С формулировкой за многолетний добросовестный труд. Резчик горячего металла ЛПЦ-10 Андрей Матвеев награжден грамотой Совета Федерации Федерального Собрания России. Два десятилетия он трудится в листопрокатном цехе номер 10. К работе относится со всей ответственностью, да и как иначе. Ведь именно от него зависит товарный вид продукции, которая в итоге будет отправлена заказчику. Евгения Солохудинова познакомилась с человеком труда. Он работает сосредоточенно и четко, не отводя ни на секунду глаз от стального полотна. Резчик горячего металла Андрей Матвеев словно художник, отсекает от рулона все лишнее. Закончив с одним, переходит к другому. И так до 120 раз за смену. Идет обработка металла. По дефектам работаю. А насколько трудно, надо поработать, понять, чтобы... Работа непростая. Здесь важно не только уметь искусно пользоваться резаком и иметь отличный глазомер, но и быть физически выносливым. Трудиться приходится в непосредственной близости от горячих рулонов. Важно и отлично разбираться в технологии, ведь именно от работы резчика зависит то, в каком виде конечный продукт попадет к заказчику. Плотность металла, смотка плотности. Надо второй виток не зацепить. Ответственность идет, да. Острое зрение должно быть. Ну и рука не дрожать. К каждому типу стали свой подход. Некоторые полотна, рассказывает резчик, требуют особо тонкой работы. Андрей Матвеев справляется с любой задачей в одной должности на одном месте. Участки отгрузки и приемки горячих катанных рулонов ЛПЦ-10 он трудится почти два десятилетия. Говорит, попал на комбинат случайно, зашел в отдел кадров, узнал о вакантном месте и завертелось. В 19 лет работаю турнорезчиком горячего металла. Совершенность знает технологию обработки рулонов, рулонов проката. Очень скромный человек, работящий. Он лучший у нас, как говорится. У нас много лучших, но это один из лучших. Андрей Матвеев не раз был отмечен руководством за профессионализм. В 2019 году он, к примеру, обеспечил снижение расхода металла на прокат на 0,2 килограмма на тонну. В прошлом году уже на 0,4 килограмма. Выполнение норм выработки у специалиста составляет 120,5%. За добросовестный труд накануне Андрей Викторович был отмечен еще одной наградой – грамотой Совета Федерации. Признается, сказать, что был удивлен, когда узнал об этом, ничего не сказать. «Сам в шоке. У нас, можно сказать, люди есть более достойные меня, которые больше проработали. Но почему-то меня, выбор упал на меня. Ну, приятно?» «Ну, приятно, да». Для коллег и руководителей Андрея Матвеева такая оценка труда неожиданностью не стала. Они давно разглядели в нем потенциал и уверены, с той же отдачей он будет трудиться на благо производства еще не одно десятилетие. Награда – лишь стимул к новым свершениям. Евгения Солокудинова, Александр Моргунов, телекомпания ТВИН.